Доброго всем утра! Сегодня у нас понедельник. Родители к нам сегодня утром не приехали, поэтому мы с Григорием вдвоем. Гриша пошел на улицу, выучил уроки. Я сегодня его прям с утра подняла, поругала его, что он не начал с вечера учить уроки. Он быстренько еще даже в 9, вот сейчас полдевятого, и он уже все сделал. Таблицу на 3 надо выучить, но мы ее только повторили. На 3 умножения, наверное, завтра зададут на 3 на деление. Выучить первый абзац, там чего-то там про зиму, 3 предложения мы выучили. И дорисовать рисунок, он его уже дорисовал. Сейчас он на улице погуляет, и будем с ним писать словарный диктант. Я пока заправляю кровати, даже себе намазала губы. Сейчас покажу, какой фигней. Фигня-фигней, если честно. Вот такой вот китайской фигней. Это, по-моему, с Алиэкспресс я выписывала. Мажете вот этой штукой, здесь такой носик. Вот такой вот скошенный. Мажете вот этой штукой, она очень-очень сильно липнет, и держать примерно 2-3 минуты на губах. Главное не зайти за контур и не намазать себе зубы. Вот. И потом снимается как пленка, и вот такие вот губы получаются. Я не знаю, видно. Розовые губы, которые, типа, это как будто бы мини такой татуаж, что ли. Даже не знаю. Вот. Но сейчас с губами все в порядке. По ощущениям это все нормально. Но когда вот эта вот штука на губах, это просто ужас. Блин, она выдавилась. В общем, вот такая вот интересная штука. Не знаю, я из-за нее вспоминаю. Сейчас повторила свои косметички, нашла ее. Ну, когда-нибудь. Раз в сто лет можно это сделать. Вот. Сейчас заправляем постели. Начинаем убирать. Печем сегодня снежинки пряничные. Будем украшать нашу розовую елку. Ну, мою розовую елку. Я буду украшать. Так, повторяем слова по-английскому. Эг, яйцо, наше любимое слово. Да, точно. Эг, яйцо. Нест, гнездо. Бе. Ой, деск. Сдол. Я готовлю плов и зубки. Уже обжарила елку. Сейчас сюда же добавляю морковку. Обжариваю я все на сковородке, а потом доготавливаю все в микроволновке. Здесь из утиной, из утиного хребта готовится бульон. Потом его обязательно нужно процедить. Так, в общем, продолжаем нарезать еще немножко морковки. Мой плов, как всегда, доготавливается уже в мультиварке. Вот он там томится на режиме крупа. Грею сейчас воду на чай, на газу, потому что у меня работает посудомойка. Моет посуду, но уже на сушку включилась. И стиралка стирает, поэтому я, короче, молодец. Слушайте, ну эта Зина, конечно, с утра насмешила всех. Это Сержуня. Хорошо, что он посмотрел с утра видео и сказал мне, что ты там за Зину какую-то напечатала. Короче, мы тут ржали всей семьей с этой Зины. И вы тоже. Плов уже готов. В общем, теперь он все постоял, все отлично подготовилось. Но опять забыла я добавить болгарский перец. Все-таки мы так не готовим с болгарским перцем, поэтому наш плов готов. И везу теперь Григория в школу. Вроде когда. Ну отлично. Давай одевайся, а то там дождик же капает. И шапку, пожалуйста, нормально, так чтоб челка потом не торчалась. Нет, наоборот, сзади начинай одевать. Может, спереди. Гриш, ну когда ты спереди, у тебя челка всегда торчит. Зачем ты? А у нас сегодня вот такая вот погода, несмотря на то, что тучки бегают, но сейчас дождь закончился. Ну такой капал все же маленький, но тепло. Градусов плюс 10, наверное, точно. Я буду обедать. Плов. Сержуня тоже наложила. Он сейчас придет. Доедаем салат вчерашний. Гришку отвезла, поэтому все круто. Прикиньте, чайник сам выключился. Потому что до этого он почему-то сам у нас не выключался. То есть закипит и не выключается. Сейчас выключился. Не знаю, что это значит. Вот, в общем, обедаем. Приятного всем аппетита. Ну что, мы начинаем сегодня печь новогодние пряники. Потому что у меня есть снежинка, новогодняя форма. Сейчас я все сюда принесу. Как раз пока никого нет, никто не будет отвлекать. У меня уже такое новогоднее настроение. Эта розовая елка просто придает мне такое вдохновение. Поэтому начинаем. Ну что, посмотрите, какая красота получилась. Это уже готовые снежинки. Дырочки я делала. Они еще немножечко, кстати, так как пряники разойдутся, естественно. Дырочки немножечко уменьшатся. Это обычный колпачок от фломастера, который я хорошо вымыла. И, в общем, он вот так вот мне прослужил. Вот, уже даже залипло тестом. Вот эта вырубка, которую я забрала вместе с коробками. Да, там есть еще не только коробки. Вкусная мастерская называется. Вот не только коробки, но и вырубки, всякий инвентарь для выпечки. Так что вот эти все пряники теперь отправляются в духовку 180 градусов в 10 минут. Вот что у меня получилось. Вот такие вот прянички в тонких местах. Где вот здесь вот тонкое, оно немножечко больше подрумянивается. Вот. А где все вот такое вот толстое, толстое, то все отлично. Так, теперь все это остывает и будем начинать расписывать новогоднюю тему. Так, сейчас я уже буду все начинать расписывать. Навела эту тайсинг. Вот такой вот большой кулек. Кулек. В общем, как это называется? Карнетик. Мешок кондитерский. Как угодно, кто как называет. Вот. Заказывала я их, кстати, из Китая. И сейчас прям специально пошла, еще заказала. Потому что смотрю, что уже начинает заканчиваться. В упаковке 100 штук. Это вот не самые большие. Есть прям огромные. Так. Сейчас начинаем заливать. Опять я сделала глазурь айсинг. Вот такой вот заливки, которая средняя между контурной и бесконтурной. Вот. Так что сейчас начнем со снежинок. Вот наша снежинка. Большой мешок. На самом деле, с вот такими вот большими мешками не очень удобно работать. Потому что он даже переполнен. Я не смогла его даже вязать. Поэтому закрыла вот этой вот клипсой для пакетов. Начинаем. Начинать нужно с краю. С любого. У меня тут идет фильм. Поэтому Морозова по второй. Вот я сейчас смотрю. Он как раз три часа начинается. И вот потихонечку все разравниваю. Именно носиком пакета. Как будто это зубочистка. По контуру все распределяю. Помогаю айсингу. То есть он, видите, вот такой вот и не густой, и не жидкий. Если честно, не знаю даже как его показывать консистенцию на камеру. То есть вот он между собой распределяется, но не вытекает за края, не убегает со снежинки. И вот так вот продолжаем. Заливать все снежинки, сушить я их буду в духовке 50 градусов при конвекции. И включенная верх-низ и конвекция. Можно также сушить для сушки овощей в этих сушилках. Можно, кстати, занести, но у меня, опять же, дополнительное место. Несмотря на то, что кажется, что кухня большая, знаете, но это же все-таки наша кухня, а не пряников. Так. В общем, все аккуратненько. Вот так вот. Слышите, как духовка работает? Обязательно тоже делайте на Новый год пряники, это так здорово. И последний лепесток остался. Если есть какие-то огрехи, да, то мы их тогда доделываем уже зубочистками или шилом. Так. Теперь смотрим, где какие недочеты. Вроде бы все хорошо. Хорошо, теперь отправляем... Ага, вот залилось. Переборщила с айсингом. Вот салфетка. Для вытирания зубочистки. Так. И теперь отправляем тоже в духовку сушиться. Музыка. 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 А что за это? Что вы делаете, дети? А у тебя здесь вот такой магазин. А у тебя зубистрасть. Там много вот таких маленьких. Но там несколько... Ты же положи фломастер, только закрой его, хорошо? Афанасий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что в садике у кого-то был день рождения? А у Тёмы Бабенко? У Тёмы Бабенко? Да. Иди, расскажи мне. А там Бабенко было. Да, хорошо там было, весело? Да. Шарики были? Да. А колпачки были? Да. Ты хоровод водил? Нет. Нет, а кто водил? Да, водил водил. Водил? Ну, посмотри хоть на маму. Да. А кого же выбрал Тёма Бабенко? Меня. Тебя не? А почему? Ты с ним не дружишь? Да, воду на меня бабу. Да? Да. Антоша на письмо готова, да, Антоша? Это сейчас я буду письмо. Ты письмо раскрасил? Да, раскрась ёлочку, чтобы было красиво, хорошо? Да. Аккуратно только. Слушай, возьми карандаши на меня. У вас не я заедю. Это чьё письмо такое? Мой. Да? Это кому письмо? А я ещё собаку покрошу. Кого? Собаку. Какую ещё собаку? А я, а я, а я, а я, а я. Шпиц. Шпиц. Антоша, я тебе вот только стульчик возьми, ладно? Это. Так, пряники уже готовы. Вот такие вот снежинки. Теперь их буду вот так упаковывать в каждую в пакетик. Вот эти вот ещё ждут. Так, кто у нас в гостях? Девчонки? А кто вы такие? Девчонки. Девчонки. Может, наоборот? А где же можно? Она валина. Порвалась? Починить тебе? Да. Наоборот. Почему ночью? Туда поедем, да? Может, с садиком туда поедете? А мы садиком туда не едем. Не едете? Да. А мы только просили с трупами. Да? Вот я хочу полицию. Понятно? Ты бы хотел в полицию поехать? А я хочу, я мечтаю. Эх, поверонить. Маргарита Степановна, почему тебя нет ни на одной фотографии? А прислали, да? А у меня теперь в группе нету. Думаю, что мне не пиликает? Так, все, домой? Да. Я тебе вот такого вот в свитере человечка, хорошо? Вот такой вот сейчас зоечке тоже. Мама, когда будешь на кассе? А! Это ваш, ваш газ надо добавить, да? Марго, куда ты? А мы себе можем позволить. Позволить. Давай. А ты папе звонишь? Чиха. Чиха. Нам направо. Классные, да, домики? Молохатка Кирилл Сирен. Она эту панель. Угу. Молохатка Кирилл. А мы подписаны. Да, а я заметила. Да. Кажется, не приходит. Ну как мне не приходит? Все приходит. Да. Видишь, что тебя убили? Да. Очень жаль. Как тебя зовут? Пау. Как тебя зовут, мальчик? Мальчик. А, тебя как будто убили. Я Антон Донгольд. Тебя Антон Донгольд? Да. Неправда. Пада, пада. Нет, нет, нет. Пада, пада. Нет, нет, нет. Пада, пада. Нет, нет, нет. Папа, пада, пада. Так, рассказывай маме. Новости какие? Ну, мама. Все нормально? Да. Отличная новость. Мама, она будет Данго. Будет Ниндзяго? Да. Скажи, чтобы... Ой, сейчас чихну. Ой. Она будет Данго. Спасибо. Что? Она будет Данго. Ниндзяго? Да. А, ты позовешь всех? Как мальчика выиграть? Мультики. Мультики смотрят? Да. А поздно. Так, а я тут монтирую видео. И сейчас пойдем уже мыться и спать, да? Да. Потому что уже поздно. Пол одиннадцатого. Да, только один. Пол одиннадцатого. А это сколько? А это сколько? Один. Три. Дри. Дри. Да. Да. Продолжение следует...